Стрелец служил и человек по прибору 16-ти в начале 18 веков, всадник или пехотинец, вооруженный огненным боем. Стрельцы в России составили первое регулярное войско. История изначально, древнее славянское слово «стрельцы» обозначало лучников, являвшихся важной частью любого средневекового войска. Однако позже в России так стали именовать представители первых регулярных войск. В 1550 году на смену пищальникам-ополченцам пришло стрелецкое войско, первоначально состоявшее из 3000 человек. Стрельцов разделили на 6 статей, по 500 человек в каждой командовали стрелецкими статьями главы из детей боярских. Григорий Желобов сын Пушешников, Матвей Иванов сын Ржевский, Иван Семенов сын Черемесинов, Василий Фуников сын Прончищев, Федор Иванов сын Дурасов и Яков Степанов сын Бунтов. Детьми боярскими были и сотники стрелецких статей. Расквартировали стрельцов в пригородной Воробьевой слободе. Жалование им определили по 4 рубля в год. Стрелецкие головы и сотники получили поместные оклады. Стрельцы составили постоянный московский гарнизон. Формирование стрелецкого войска началось в 1540-е годы при Иване IV Грозном. В 1550 году царь повелел учредить в Москве. В лето 7058 учинил у себя царь и великий князь Иван Васильевич. Выборных стрельцов спещали 3000. Человека велел им жить в Воробьевской слободе. А головы у них учинил детей боярских и элт и кт. Да и жалование стрельцам велел давать ей по 4 рубля на год. Этим указом было положено начало особому соединению царской рати, московскому стрелецкому войску. Первое боевое крещение московские стрельцы приняли во время осады и штурма Казани в 1552 году и в дальнейшем являлись непременными участниками всех основных военных кампаний. В мирное время стрельцы московские городовые и несли гарнизонную службу, выполняя в городах функции полиции и пожарных. К началу XVII века оценочная численность стрелецкого войска составила до 20 тысяч, из них до 10 тысяч московских. В 1632 году общая численность стрельцов составляла 33 775 человек, а к началу 1680-х годов увеличилось до 55 тысяч. При этом стрелецкие ряды пополнялись, прежде всего, за счет прибавления стрельцов московских, которых в 1678 году насчитывалось 26 полков общей численностью 22 504 человека. Для управления стрелецким войском в середине 1550-х годов была образована стрелецкая изба, позднее переименованная в стрелецкий приказ. Необходимые для содержания стрельцов денежные средства и продовольствие поступали в распоряжение стрелецкого приказа из различных ведомств, в управлении которых находилось тяглое население городов и черносошное крестьянство. На этих категориях жителей московского государства лежала вся тяжесть казенных повинностей, в том числе обязанность по оплате специального налога, пищальных денег, а также сбор стрелецкого хлеба. В 1679 году для большинства городских жителей и черных крестьян северных и северо-восточных уездов прежние подати были заменены единым налогом, стрелецкими деньгами. Последние десятилетия 17 века московские стрельцы стали активными участниками политических процессов протекавших в стране, и не раз с оружием в руках противостояли действиям правительства. Это, в конечном счете, и определило решение Петра I о ликвидации стрелецкого войска. Вооружение На вооружении стрелецкого войска были пищали, бердыши, полупьяки, клинковое оружие, сабли и шпаги, которые носили на поясной портупии. Для стрельбы из пищали стрельцы использовали необходимое снаряжение, перевязь с привешенными к ней пенальчиками с пороховыми зарядами, сумку для пуль, сумку для фитиля, рог с порохом для натруски и пороха на зарядную палку пищали. К концу 1670-х годов в качестве дополнительного оружия для составления заграждения иногда применялись длинные пики. Также использовались ручные гранаты. Например, в описи стрелецкого приказа 1678 года упоминается 267 дир гранатных ручных нарядных весом по 1 и по 2 и по 3 гривенки, 7 ядер нарядных же гранатных, 92 ядра тощих весом по 5 гривенок. Во второй половине 17 века знаменосцы и музыканты-сиповщики имели на вооружении только сабли. Пятидесятники и сотники были вооружены только саблями и протазанными. Старшим командирам кроме сабель полагались трости, защитное снаряжение и рядовыми стрельцами. За редким исключением не применялось. Исключением является упоминание Ф. Типола, побывавшего в Москве в 1560 году об ограниченном применении русской пехоты и шлемов. Сохранились сведения о смотре на девичьем поле 1664 года, когда в стрелецком полку А.С. Матвеева двое знаменщиков были в кирасах и один в латах. На некоторых рисунках книги в лицах об избрании Михаила Федоровича на царство 1676 года стрельцы изображены в шлемах, схожих с кабасетами. Однако в документах они не упоминаются. Подобные шлемы в виде каски с полями были удобны для пехоты, не мешали при стрельбе и вместе с тем обеспечивали достаточную защиту. Джельс Флетчер, побывавший в России в 1588-1589 годах, писал, «Стрельцы, составляющие пехоту, не носят никакого оружия, кроме самопала в руке, бердыша на спине и меча сбоку. Волох самопала не такой, как у солдатского ружья, но гладкий и прямой. Отделка лужи очень грубая и неискусная, и самопал весьма тяжел, хотя стреляют из него очень небольшие пули». К 17 веку относится первое законодательное определение вооружения стрельцов. 14 декабря 1659 года в частях, действовавших на территории Украины, были произведены изменения вооружения. В драгунских и солдатских полках вводились бердыши, а у стрельцов пики. Царский указ гласил, солдатских и драгунских во всех полках у солдатов и драгунов и в стрелецких приказях у стрельцов велел быть шпагом. А бердышей велел учинить в полках драгунских и солдатских вместо шпаг во всяком полку 300 человек, а достальным по-прежнему в шпагах быть, а в стрелецких приказях Бердаши учинить у 200 человек, а достальным быть в шпагах по-прежнему. На вооружении стрельцов были гладкоствольные и фитильные, а позднее – кремневые пищали. Что интересно, в 1638 году вяземским стрельцам были выданы фитильные мушкеты, на что те заявили, что они из таких мушкетов с жаграми стрелять не умеют и таких мушкетов прежде всего у них за жаграми не бывало, а были да у них и ныне есть пищали старые замки, в то же время фитильное оружие сохранялось и, вероятно, преобладало до 70-х годов 17 века. Огнестрельное оружие было как отечественного производства, так и импортное. Винтовальными пищалями, собственное производство которых началось в середине 17 века, поначалу стали снабжать стрелецких голов и полуголов, а с 70-х годов – рядовых стрельцов, в частности, в 1671 году стрелецкому полку Ивана Полтеева было выдано 24-мя, в 1675-м отправлявшимся в Астрахань стрельцам – 489 винтовок. В 1702 году у тюменских стрельцов винтовки составляли 7%. К концу 17 века некоторые городовые стрельцы небольших, далеких от границ городов приобретают чисто полицейские функции, в связи с чем лишь немногие из них оставались вооружены пищалями, а остальные – бердышами. Кроме того, на вооружение городовых стрельцов упоминается такое оружие, как копья, рогатины, луки и самострелы. Трелецкие полки имели единообразную и обязательную для всех парадную форму, состоявшую из верхнего кафтана, шапки с меховым околышем, штанов и сапог, цвет которых регламентировался согласно принадлежности к определенному полку. Можно отметить общие вооружие и одежды всех стрельцов. Все стрельцы носили перчатки с крагами коричневой кожи, в походе дула пищали или мушкета закрывалась коротким кожаным чехлом. Бердыш носился за спиной через любое плечо, поверх поясного ремня, к которому крепилась сабля, одевался кушак. На походном кафтане не было петлиц. Внешним отличием старших офицеров были шиты и жемчугом изображения короны на шапке и посах, а также горностаевый подбой верхнего кафтана и опушка шапки. Парадная форма надевалась только в особые дни, во время главных церковных праздников и при проведении торжественных мероприятий. Для выполнения повседневных обязанностей в военных походах использовалось насильное платье, имевшее тот же покрой, что и парадная форма, но сделанное из более дешевого сукна серого, черного или коричневого цвета. Выдача казенного сукна московским стрельцам на пошив повседневных кафтанов производилась ежегодно, в то время как городовым стрельцам раз в 3 до 4 года. Дорогие цветные сукна, предназначенные для пошива парадной формы, выдавались нерегулярно, только по особо торжественным случаям и являлась дополнительной формой поощрения за службу. Доподлинно известны цвета полков расквартированных в Москве только второй половины 17 века цвета парадной формы по полкам в 1674 году. Существует также версия, что упомянутые в этом перечне малиновые петлицы в действительности были золотыми, а черные – серебряными. Внешний вид стрельцов в 1674 году – стрелецкие знамена. Первые годы царствования Михаила Федоровича стрелецким приказом выдавали знамена двух типов – сотенные знамена и знамена голов. Стрелецкие знамена изготавливались в форме прямоугольника длиной от 3 до 4 оршина и шириной от 2 до 3 оршин. В середине полотнища вшивался крест, разбивавший поле знамений на 4 равные части, в левой верхней четверти вшивался восьмыми конечный крест. В остальных четвертях вшивались признаки, то есть звезды, кружки, косицы и т.д. Средняя часть знамени могла изготавливаться из равносторонних четырехугольников разного цвета, такое знамя называлось шахматным. Иногда знамя сшивалось из треугольников разных цветов, такое знамя называлось клинчатым. Стрелецкие знамена всегда опушались каймой. Знамена голов шили из шалковых тканей, признаки на них писали золотом и серебром. Сотенные знамена шили из киндика, меткаля, холста, кумача, в редких случаях эстафты и других шалковых тканей. Царствование Алексея Михайловича использование шалковых тканей становится более частым. В это же время появляются знамена пятисотенные. Пятисотенные знамена выдаются полуголовым и изготавливаются из шалка. Знамена голов увеличиваются в размерах иногда до 8 аршин в длину и 6 в ширину. С 1669 года на знаменах голов появляется священное изображение. Знамена сотен и московских приказов изготовлялись по образцу. В середине крест, деливший знамя на 4 равные части, в левой верхней четверти размещался восьмыми конечный крест на подножии, вокруг него звезды, число которых соответствовало номеру сотни. После отмены сотен и введения стрелецких полков изменили свое название и знамена. Знамена голов стали называться полковничами. Знамена пятисотенные, полуполковничие, сотенные знамена, братские знамена изготавливались из комки. Все чаще появляются священные изображения, писанные золотом и серебром. Древки знамен крашены. Мешочки для крепления знамени к древку из красной ткани. Навержья железные, в токе железные и медные. В начале 18 века стрелецкие знамена остаются старого образца. На братских знаменах появляются священные изображения. На знаменах городовых стрельцов появляются гербы городов, в которых размещались полки, прапоры. В конце 17 века появляются прапоры стрелецких начальников. Стрелецкие прапоры строились по образцу боярских. В центре изображали спасителя и Богородицу, лики святых угодников, архангелов и ангелов. Прапоры полковников, полуполковников, майоров и квартирмейстеров с двумя откосами. Прапоры капитанские с одним откосом. Стрелецкие полки. До 1682 года стрелецкие полки назывались приказами. Первоначально штатная численность стрелецких приказов составляла 500 человек, разделенных на пять сотен. В последствии их численность постоянно возрастала. Во второй половине 17 века различались тысячные и семисотные приказы. В 1680-е годы была проведена унификация штатов стрелецких полков, после чего стало во всяком полку по тысяче человек. А в полку по рознь чинов пятисотные один человек, пристав один человек, пятидесятников двадцати человек, десятников сто человек. Но на практике численность стрельцов в полках по-прежнему колебалась от 600 до 1200 человек. Десятники и пятидесятники составляли унтер-офицерский корпус, приставы, переизбиравшиеся ежегодно, выполняли функции адъютантов, командиров приказов. В 1650-е годы вводится должность пятисотного пристава или просто пятисотиного, выбиравшегося из числа рядовых стрельцов или младших командиров. На нем лежали обязанности заместителя командира, приказа по организации тылового обеспечения. До середины XVII века офицерский состав стрелецких полков состоял из голов и сотников. В 1650-е годы была введена должность полуголовой первого заместителя командира полка. В период русско-польской войны 1654-1667 годов в практику стрелецкой службы вводится пожалование стрелецких голов чином полковника. Первоначально имевшим почетное значение, соответственно, полуголовы жаловались чином полуполковника. В 1680 году было проведено переименование стрелецких голов в полковники, полуголов в полуполковники, а сотников – в капитаны. С этого же времени старшим стрелецким командирам стало автоматически присваиваться придворный чин стольника, после чего их официальное наименование стало звучать как «стольник и полковник», «стольник и полуполковник». Комплектование первой стрельцы, вероятно, были организовано из числа лучших пищальников. В мирное время в стрелецкую службу набирались новобранцы из числа свободных гулящих людей, сыновей или родственников стрельцов. В периоды военных действий власти нередко прибегали к набору в стрелецкие полки гаточных людей, собиравшихся с определенного числа крестьянских или посадских дворов. При поступлении на службу стрельцы представляли поручителей, служба являлась пожизненной, однако ее можно было оставить, передав по наследству. В результате сформировалось своеобразное стрелецкое сословие. Служба вознаграждалась денежным и хлебным жалованием. Стрельцы обладали льготами по уплате судебных пошлин, а также по уплате налогов при занятии ремеслом и торговлей. На рубеже 16-17 веков рядовые стрельцы получали в год от 4 до 5 рублей, а также по 12 четверти иржиевса. Городовые стрельцы, в отличие от московских, имели более низкое денежное и хлебное жалование, но дополнительно получали земельное жалование в виде права пользования различными земельными угодьями. Московским, кроме этого, выдавали соль и сукно, десятники и пятидесятники, выбиравшиеся с числа рядовых стрельцов, имели более высокие оклады по всем видам жалования. Сотники, набиравшиеся с числа городовых детей боярских, получали от 12 до 20 рублей, а также придачи к своим поместным окладам по 60 четверти земли. Во второй половине 17 века сотники стали выбираться также рядовые стрельцы, получавшие звание «сотенных». В отличие от дворян сотников, командирами стрелецких полков назначались представители дворянского сословия. За службу стрелецкие командиры получали придачи к своим прежним денежным и поместным окладам. Денежные оклады стрелецких голов составляли от 30 до 60 рублей. Придача к их поместным окладам равнялась 100 четверти земли. Во второй половине 17 века денежные оклады стрелецких голов могли достигать 200 рублей. Но такие суммы получали немногие, так как по существовавшему порядку командирам, за которыми есть поместья и водчины, многие, и у них из денежного жалования бывает вычет, сметя против крестьянских дворов. Это же правило распространялось на полуголов и сотников. Расположение. Московские стрельцы располагались в Москве, городовые, в приграничных городах Астрахани, Киеве, Белгороде, Казани и других. Под поселения стрельцов отводились особой слободой, размещавшейся на окраинах городских посадов. Слободы обычно защищались простыми фортификационными сооружениями. В Москве стрельцкие слободы располагались в земляном городе или за его пределами вблизи городских ворот. Исключение составлял стремянный приказ имевший две слободы, располагавшиеся в Белом городе. Поселяемый в Слободе стрелец должен был построить дом с огородом и необходимыми постройками. Для этого на дворовую селитьбу ему выдавалась сумма денег, которая в 16 веке составляла 1 рубль. В первой половине 17 – 2 рубля, а с 1630-х годов 5 рублей. При переводе на новое место службы имение можно было продать. После смерти стрельца имение сохранялось за его семьей и передавалось по наследству вместе со службой кому-нибудь из родственников. В мирное время стрельцы также выполняли функции полиции и пожарных. По словам Григория Каташихина, А как бывает на Москве пожарное время и они стрелцы повиня ходить все на пожар для отнимания, с топорами и с ведрами, и с трубами медными водопускными и забаграми, которыми ломают избы. А после пожару бывает им смотр, чтоб кто чего пожарных животов захватя не унес, а кого на смотре и не объявится. Бывает им жестокое наказание батаги. Тактика. Поначалу стрельцы во время походов и битв распределялись по полкам поместного войска. В середине 17 века они получили самостоятельность. Во время сражений в их задачи входила стрельба по противнику, как правило из-за полевых укреплений, гуляй, городов и других заграждений, во рву, в закапэх или же под прикрытием поместной конницы. Наличие заграждений защищало от вражеской конницы и давало преимущество при обороне от вражеской пехоты. Позднее, под влиянием полков нового строя, меняется тактика и стрелецких войск. С конца 1630-х годов они стали обучаться солдатскому строю и со временем по тактике и вооружению стрельцы приблизились к солдатским полкам. Однако стрельба у них играла более важную роль. Для проверки боеспособности стрельцов вплоть до 1673 года проводились регулярные стрелковые смотры. Один из ранних смотров произошел 12 декабря 1557 года, на котором стрельцы пищальным огнем разрушили вал, сложенный из ледяных глыб, с расстояния от 50 до 60 метров. Ликвидация Ликвидация стрелецкого войска была начата Петром I в январе 1699 года после массовых казней участников стрелецкого бунта 1698 года. Расформирование происходило постепенно. Часть стрельцов была распущена на На базе некоторых расформированных полков создавались полки солдатские. Отдельные полки переводились в отдаленные города для несения гарнизонной службы. Однако события начального этапа Северной войны вынудили приостановить расформирование. Стрелецкие полки приняли участие во многих сражениях начала 18 века, в том числе во взятии Нарвы под Полтавой. В Пруцком походе 1711 года воевали стрельцы и в составе саксонских войск. Союзных России окончательно стрелецкие части были ликвидированы только в 20-е годы 18-е. Однако в качестве служилых людей старых служб городовые стрельцы кое-где сохранились почти до конца 18 века. Конные стрельцы Среди провинциальных городовых стрельцов конные подразделения встречались часто. Однако кавалерии их назвать трудно. Это была лишь посаженная на коне пехота. Кроме ружей, конные стрельцы даже в середине 17 века имели на вооружении луки со стрелами. Однако, в некоторых южных городах, как показывают сохранившиеся росписи и сметы русского войска 2-й, 3-й, 17-й, в наряду с пешими находились и конные стрельцы. Продолжение следует...